Субтитры создавал DimaTorzok Мы с Натальей на самом деле сегодня впервые в эфире, поэтому... Дебют нашего диалога. Надеюсь, что диалог у нас выстроится так или иначе. Ну вот за эфиром сейчас, буквально за несколько минут до эфира, услышала, что вы немного ударились в дизайнерство. Ну, совершенно никуда я не ударилась. Я занимаюсь бизнесом, и во времена кризиса куда-то ударяться очень опасно. Но буквально я совсем недавно приехала из Франции, и во Франции с художником Леной Авиновой мы делали проект Love Road Story. Это такой проект путешествий её героев, пьерой Коломбина по всему миру, графических историй. И в рамках этого проекта была придумана коллекция платьев, платья Коломбина. В каждом городе будет своё платье, которое презентует этот город, и которое и по цвету, и по картинке включено в ту историю, которая происходит в графических историях. Вот я сегодня у вас в платье Венеции, с рынка Риальто. Ну, то есть вы сами... Я придумала... Придумывайте фасон, форму или платье шитья. Я придумала материал, форму, сшил всё это чудесный кировский дизайнер Женя Хохолков. Вообще-то российский дизайнер, потому что он работает по всей России. А картинку делала Лена Авиново. Ну, это какой-то разовый проект, или вы планируете вот прям вот отдельная ветка бизнеса? Ох уж нет, это разовый проект. Нет, это разовый проект. Мне очень хотелось придумать такую одежду, в которой можно было бы находиться везде всегда. Это хлопчатобумажная ткань плотная, из которой шьют свитшоты. То есть Женя Хохолков специализируется на свитшотах, и мы, собственно говоря, с ним так познакомились. Он сшил для нашего проекта в Москве, CVS Creative Writing School, коллекцию свитшотов и толстовок. Вот. Ну, мы познакомились с ним раньше, он еще делал дизайн магазинов Порошина. В общем, у нас с Женей очень давняя история дружбы. Вот. Но здесь он выступил как человек, который придумал... Я нарисовала картинку, а он придумал, как это все отшить, и предложил материал. И, в общем, вот в сотрудничестве этих трех людей родилась вся коллекция, которой я еще пока не начала гордиться, потому что буквально вчера забрала у Жени первый опытный образец, и сразу... То есть это первая платья, и самой коллекции еще пока нет, она готовится. Она нарисована, но не отшита. Она нарисована, а отшита пока только три платья. То есть, ну, если это одноразовый проект, а не бизнес-проект... Всем подружкам сошьем, если это вопрос об этом. Ну, а если не подруги, то есть если вот кто-то просто заинтересовался... Френды из Фейсбука. Фейсбук Натальи Усипова, если вдруг кто-то захочет индивидуальное платье из Венеции, вернее, напоминающее Венеции, не знаю, как это правильно даже сказать. Ну, платье, да, оно не из Венеции, а оно называется Венецией, то есть платье с картинкой, с фотографией Венеции, Парижа и там других мест. Анфлёра, возможно, Нормандия. Пока Киева, Одесса, Парижа, Венеции, Вятки, будет платье Вятка, еще оно не сделано. Москвы, Петербурга, это точно. Может быть, что-то будет еще. Тогда еще немного о Ваших проектах. Как сейчас продвигается писательская школа? Планировалось осенью? То есть осенью так и осталось? Или будут какие-то подвижки по времени? С писательской школой у нас много радостных новостей. Во-первых, мы запустили онлайн-школу. У нас было много очень писем, что хорошо, конечно, для москвичей сделали писательскую школу, но, собственно говоря, русскоговорящих, русскопишущих людей по всему миру много. И они очень хотели к нам. И мы придумали онлайн и записали уже первый курс, первый курс Майи Кучерской, «Как писать прозу, теорию и практика». Уже второй набор. То есть у нас уже сейчас прошло 160 человек этот первый курс, и вот сейчас набирается новая, уже, вернее, стартовало новое несколько групп. Кроме того, этим летом будет летний интенсив, как всегда в Москве, как всегда в любимой библиотеке Литургенева. Сейчас идет формирование групп, и там будет очень много новых мастерских. В частности, Михаил Угаров будет вести драматургию, чего никогда не было в Москве. Будет научная журналистика с блистательной совершенно журналисткой Ириной Якутенко, чего еще тоже не было. И мы с Еленой Авиновой будем вести мастерскую графического романа. Вот так вот смело будем учить, рисовать комиксы. Графический роман, давайте поподробнее. Что такое графический роман? А, на самом деле мы привыкли к словам комикс, или если говорим о Европе, то биди, или если говорим о Японии, манго. Но какая разница между графическим романом, графической историей, нарисованной историей с картинками, и всеми этими жанрами? Разница, на самом деле, с одной стороны, той страны, в которой родился жанр, и тех традиций страны, которые в этот жанр были внесены. Например, американский комикс, он рождался и создавался по принципу такой массовой литературы и сериальной литературы. И там американский комикс – это комикс супергероев и супергероин. Это первое, до что нам приходит. Да, европейские комиксы, они родились из жанра карикатуры, из очень богатого газетного жанра политической сатиры, политической карикатуры. И если американский комикс рисуется за неделю, то европейские, бельгийские, французские, они рисуются годами. И это высокий жанр, и это произведение искусства. Очень интересный вопрос, а что же в России? Конечно же, есть очень богатая визуальная культура, русская, соединяющая картинку и текст. Ну, например, русская икона, она же соединяет и картинку, и текст. Или лубок. Но вот мои наблюдения уже как ученого, я собираюсь ехать в Таллинн с докладом о графическом романе, так вот нагло, пока еще не очень, будучи готовой к этому докладу. Так вот, мои наблюдения как ученого говорят, что русская традиция, с одной стороны, визуальная, есть соединение картинки и текста, а с другой стороны, мы все-таки идем через заимствование. Мы синтезируем то, что сегодня в сегодняшней культуре есть в комиксе, есть в европейской традиции рисованных историй, и есть в японской традиции манги. И вот этот новый синтез идет через заимствование, а не через развитие своих традиций, что... Ну, это вас такой путь устраивает? Или вам бы хотелось, чтобы мы развивали то, что уже у нас когда-то начиналось? Ну, конечно, Даша, надо развивать свое, конечно! И более того, мне не только это не устраивает, мы уже сделали первую книжку совершенно в другой стилистике. Опять же, с Леной Авиновой мы написали «Шинель Гоголя». Мы написали графический роман, который будет называться «Дело о Шинели», и который уже продан в Москве издательство АСТ, и мы очень ждем, когда выйдет книжка, надеемся, что выйдем к осени. Это будет первый графический роман, который как раз сделан сложно, который сделан с учетом вот этих традиций русской иконы, русского лупука. И это не легкое чтение американского комикса. Вот такой ли комикс как-то... Вот-вот. Вот, когда книжка выйдет... Вы интересовали, как это будет выглядеть вообще? Когда книжка выйдет, я обязательно ее принесу на «Эхо Москвы», обязательно расскажу. То есть, таким образом, мы от вас уже ждем две творческие вещи. Это да. И книгу, и платье. Ну, мы перейдем к темам уже, наверное, менее интересным. Вернее, более серьезным, наверное. Вятская торгово-промышленная палата рекомендует кировскому бизнесу воздержаться от деловых контактов с Турцией. Сообщение, на самом деле, появилось примерно накануне. Мне бы, наверное, даже хотелось бы его зачитать, чтобы слушатели примерно понимали, что к чему. Коммерческие круги Турции предпринимают активные попытки по возобновлению и расширению деловой активности с индивидуальными предпринимателями, организациями региона, приглашая на различные тематические выставки и конференции. Однако, учитывая общий негативный настрой турецких властей к внешней политике России, в действительности такие выезды российских граждан в Турцию могут использоваться для провокации в отношении россиян. Мы, на самом деле, вчера с коллегами когда-то сообщение увидели, мы немного удивились. То есть, вроде бы, на дворе бизнес. Ой, бизнес. Ну да, на дворе бизнес. Время капитализма, время бизнеса. Да. На дворе кризис. Люди наверняка пытаются использовать малейшую возможность где-то продвинуться, тем более на международном рынке. И тут, как бы, говорят, а вы вот кому-то там не верьте, потому что, возможно, будут какие-то провокации. То есть, как сейчас действовать малому, среднему бизнесу в этой ситуации? Стоит ли доверять? Ну, последние годы, вот вы говорите, это новость. В общем-то, может быть, именно это заявление Вятской торгово-промышленной палаты – это новость, а тенденция эта очень ясна. И тенденция состоит в том, что те страны, с которыми Россия не дружит или имеет какие-то политические конфликты, это те страны, которым бизнесу не рекомендуется рассматривать в качестве своей площадки. Чем это плохо? Разумеется, я совершенно не соглашусь. Я, в общем-то, член Вятской торгово-промышленной палаты и в данном случае не поддерживаю ее заявление. Почему? Потому что, на мой взгляд и вкус, главное преимущество бизнеса в глобальном мире – это возможность выходить на международные рынки и быть глобальным. Вообще мир стал глобальным, мы живем в глобальной деревне. Можно, Наталья, я вас немного прерву? У нас сейчас небольшая реклама, и потом мы продолжим эту тему. Конечно. Особое мнение в эфире мы продолжаем. Дарья Топузлива и генеральный директор коммерческого центра «Вятский» Наталья Осипова. Мы начали говорить о том, что Вятская торгово-промышленная палата предупредила кировских предпринимателей, ну, грубо говоря, не связываться с турецкими бизнес-партнерами, потому что там могут обмануть. Я не очень знаю о том, кто из кировских бизнесменов вообще связывался с турецкими партнерами. Зато я очень хорошо знаю, как и все наши слушатели, сколько россиян ездило в Турцию отдыхать. И наше с ними несовпадение во внешней политике, в частности в сирийском вопросе, оно, конечно, сейчас подрывает основу вот этого летнего отдыха. С одной стороны, доллар, евро выросли, рубль упал. И для россиян и так стало дорого ездить за границу. И так. И дешевых стран осталось совсем мало, а Турция принадлежала все-таки к такому спокойному, надежному и не очень дорогому виду отдыха. И поскольку моря у нас в Вятке нет, то, конечно же, хочется детей вывезти на море, да и самим тоже отдохнуть от долгой зимы и погреться. Какая альтернатива Турции? Альтернатива Турции, казалось бы, Сочи, Крым и те территории, которые сейчас русские, и в которых мы ждем развития туризма. Но ведь пока это будущее, сегодня эти территории не готовы принять такое количество людей, которое должно бы поехать на море. И что же тогда альтернативой Турции является? Или, например, сколько будет стоить сейчас отдых в Крыму? Насколько мне известно, это довольно серьезные деньги, и пока не могут конкурировать с ценами турецких отелей. Я бы даже сказала, что Крым и наш юг, они не могут конкурировать по соотношению цены и качества элементарно. В том числе и это. И это очень важно, потому что если люди едут с детьми, им важно, чтобы вся инфраструктура была удобной. Поэтому, конечно, это печально. На самом деле, как тенденция очень печальна. Мы становимся более закрытыми. А это тупиковый путь. Если мир глобален, тенденция и попытка закрытости, даже во внешней риторике, какой-то очень неприятный и опасный сигнал. Поэтому, я не знаю, мне бы очень хотелось, чтобы Вятская торговая промышленная палата, наоборот, способствовала налаживанию как можно больших контактов кирвского бизнеса с внешним миром, тем больше, что она этим занимается. И, ну да, бизнес выстраивает мосты и связи вне политики, и это же прекрасно. Нас просто что удивило? То есть одно дело, когда все это муссируется в СМИ, и, то есть, понятно, нагнетается, я думаю, и в их средствах массовой информации, и в наших, но когда поступают уже какие-то практически официальные сообщения от организаций, которые напрямую связаны с кировским бизнесом, то тут уже начинаешь задумываться, что происходит, собственно. Ну да, и тем более, знаете, может быть, мы с Турцией-то помиримся, а тенденция тоже принесет свои плоды. То есть связи будут порваны, и, в общем... Итак, ситуация кризиса, она заставляет сейчас бизнес очень сильно крутиться. Время мобильное, время появления и роста новых бизнесов, умирания и разорения старых. Компании сейчас очень... Все те компании, которые на рынке, очень крутятся, чтобы сохранить позиции, чтобы не уйти в убытки, чтобы даже какой-то рост обеспечить, хотя бы перекрывающую инфляцию. В этой ситуации хочется, чтобы нас поддерживали новыми связями, новыми клиентами, новыми рынками сбыта. Это политическая история. Бизнес не может существовать без политики, но хочется, чтобы он был над политикой, чтобы он мог завязывать связи, которые бы, наоборот, укрепляли политику, а не политика диктовала бизнесу, что делать, а что не делать. Еще немного мне хотелось бы поговорить о бизнесе, но по большей части, наверное, малом и среднем. Коллеги из Wall Street Journal выяснили своим источником, что власти страны собираются повысить налоги после выборов 2018 года. То есть по информации журналистов предлагаются два варианта развития событий. То есть либо просто НДФЛ будет повышен для всех до планки 20%, либо будет введена какая-то шкала, зависящая от доходов. Кремль, конечно, уже сказал, что никаких решений пока по этому поводу нет, и все обсуждаемо, но большинство экспертов все равно сводится к тому, что в той или иной степени все эти процессы как-то запустятся. Как это вообще может отразиться и на малом, и на среднем бизнесе? Пойдет ли на пользу или наоборот в еще большую пучину? Из того, что знаем мы сейчас, я не могу вам сказать, как это отразится и что конкретно будет, потому что что сейчас происходит? Идут всякие разговоры. Мы ждем выборов в Думу и выборов президента в 2016-2017 году, соответственно резких движений в это время происходить точно не будет. С другой стороны, о налогах. Маленькая история. Вот как раз, когда я летела из Франции в самолете, рядом со мной в Россию летел человек из Австралии. И он расхваливал свою страну, как прекрасно жить в Австралии, какая у них большая страна, как малонаселение, как всем россиянам и американцам нравится к нам переезжать. Я спросила, ну а как у вас с налогами? Он сказал, у нас налоги около 50%, это очень хорошо, потому что наши налоги обеспечивают нам бесплатное медицинское страхование, потому что они нам обеспечивают вот то, то, другое, пятое, десятое. И меня удивило не то, что он перечислял, а его отношения. Ведь он уже не пресс-конференцию давал. Он просто летел в самолете и говорил искренне о своей стране. И он гордился большими налогами своей страны, потому что большие налоги своей страны – это те налоги, которые обеспечивают высокий уровень удобства жизни в этой стране. И то же самое мы наблюдаем в Европе. Европа живет практически при коммунизме благодаря тому, что у них есть системы высокого налогообложения и высоких социальных гарантий и разных механизмов, которые компенсируют людям, у которых нет денег, более-менее достойный образ жизни. Как относимся к налогам мы? Каждое повышение налогов мы воспринимаем… Я в первую очередь, я, знаете, бизнесом занимаюсь, поэтому я считаю, в какой точке очередного повышения налога мы уже не сможем вести бизнес. Мы относимся резко и отрицательно. Почему? Ну, потому что мы не видим, куда эти наши налоги идут. Вот я вернулась сейчас в Киров, проехала по нашим дорогам. Ну, вы знаете, мне кажется, что так плохо никогда еще не было. Какая-то просто бомбежка произошла за прошедшую зиму. Невозможно ездить по дорогам. Куда уходят эти налоги? Мы не видим, как наше государство тратит наши деньги и не доверяем ему. Поэтому каждый раз, когда речь идет о повышении налогов, мы не радуемся, как радуются австралийцы или европейцы, а наоборот впадаем в уныние и, в общем, в панику, поскольку бизнес едва и едва. Потому что я думаю, что если в Австралии повысят еще налоги, то, наверное, они обрадуются и подумают, «Вау, значит, нам теперь будут бесплатно делать не только зубы, но и, не знаю, там, протезирование какое-то». А у нас, если повышают налоги, то вряд ли кто-то задумывается о том, что завтра он придет в больницу, а в больнице-то, посмотрите, новый ремонт. Да, вот именно. Мне моя подруга рассказала, она живет в Канаде, она русская, родившаяся в Эстонии и живущая сейчас в Канаде. Она мне рассказала, что когда был высокий курс, высокая цена за нефть, правительство Канады людям просто раздало денег. Она сказала, что мы продали всю нефть, у нас появилось больше денег, и каждый гражданин этой страны получил 460 с чем-то канадских долларов на свою карточку за то, что высокий курс нефти позволил правительству выплатить вот эти вот деньги, и просто правительство хотело это сделать. Ни за что, по сути дела. За то, что ты гражданин этой страны, а страна ведет успешную экономическую деятельность. Вот давайте-ка представим, что наше правительство, когда была высокая цена на нефть или газ, каждому из нас какую-нибудь копеечку бы заплатило. Мы не можем этого представить. Поэтому очень в большой степени вопрос налогов – это вопрос доверия своему правительству. Ну, то есть мы пока к этому не пришли. Нет, мы пока к этому не пришли. То есть как только правительство сделает так, что мы ему доверяли, все люди согласятся с тем, что, возможно, стоит повысить налоги. Ну, в общем, да. В общем, да. Но сколько лет на это уйдет, я не берусь прогнозировать. Десятилетия мы тут уже есть. Это вопрос десятилетий, да. Абсолютно право. Еще одна проблемная, по крайней мере, на мой взгляд, тема для Кировской области. Буквально пару недель назад в Кирове презентовали новый туристический сезон. Заявлялось вроде бы как мероприятие для широких масс, но, несмотря на это, все равно присутствовали в основном люди из туристической сферы. И чаще всего туризмы в Кировской области говорят как о способе привлечь людей из других регионов, то есть, возможно, из соседних, чтобы к нам сюда ездили. И мало задумываемся о том, насколько вот кировчане сами заинтересованы в том, чтобы ездить по своему региону. Или даже по Кировской области. Даже вот не по России, а просто по своему региону. Вот если люди не приходят там на презентацию туристического сезона, это можно воспринимать как то, что люди, в принципе, не заинтересованы в поездках по своему региону? И можно ли вообще заинтересовать человека, то есть, проводить свой отпуск, не куда-то выезжать, что-то посмотреть, а посмотреть тут у себя? Отвечаю сначала на первый вопрос. Можно ли считать, что люди не пришли на презентацию? Это сигнал того, что им неинтересно. Нет, нельзя. Люди не пришли на презентацию, потому что, если они планируют путешествие в Уржум или в Советск, то они скорее будут искать знакомых в Уржуме или в Советске, чем пойдут в официальную турфирму. Второй вопрос. Интересен ли внутренний туризм? Очень интересен. Это действительно растущая ниша. Ровно потому, что рубль упал, и мы теперь себе не можем позволить путешествие за границу, мы наконец-то стали интересоваться тем, что у нас под носом. А под носом у нас очень многое. И у меня, например, был мой личный опыт. Я привозила к себе друзей из разных других городов и стран в проект Вятского университета лекций в политехническом. Я привозила людей, показывала им Киров и Кировскую область. Просто ко мне приезжали, когда я еще работала в гуманитарном университете, ученые, которым я тоже показывала город и область. И я помню, как они все восхищались, как им все нравилось, как это было интересно. Но вопрос заключался в том, что я им готовила индивидуальную экскурсию и показывала мою Вятку, которую я люблю. Показывала те места, которые мне кажутся невероятно интересными. Я всех обязательно возила в Кировический музей города Солопадского, который мне кажется абсолютно жемчужиной, который уникален и простотой коллекции, и ее богатством. И это просто совершенно фантастическое место с точки зрения понимания, что такое русская глубинка, что такое русский купеческий быт. Я помню, как эти мои друзья были заинтересованы. И мне тоже казалось, ну а почему же к нам не едут из Москвы, из Воронежа, из других мест? Вот чтобы создать эту новую традицию ездить через туристические сайты и через туристические компании, нужно, чтобы прошло время. И первые туристические компании, которые встанут на этот рынок, будут, конечно, долго-долго его раскачивать, долго-долго себя предлагать, убеждать, что это интересно, демпинговать по ценам и предлагать очень хорошие цены. Я просто шляпу снимаю перед этими людьми, но эти люди есть. У нас уже есть прекрасные совершенно прогулки по городу Кирову, которые набирают по 30 человек. Это интересно. Нам это интересно. Мы хотим узнать, где мы живем. Мы хотим путешествовать по Кировской области, конечно. Это вопрос времени. Я бесконечно рада, что губернатор это поддерживает, потому что его инициатива и его энергия во многом этот рынок тоже стимулируют, развивают, питают. И я думаю, что да, за этим в любом случае будущее. И вот это уже не очень далекое будущее. По моим прогнозам, в пределах 5 лет это будет очень растущий рынок и очень развивающаяся история. Просто, знаете, иногда бывает обидно, когда читаешь комментарии на каких-то форумах или новостях, которые посвящены как раз туризму, и ко мне, к моим друзьям тоже частенько приезжают гости, друзья тоже из других городов и порой из других стран, и никто еще не уезжал каким-то расстроенным и печаленным, никто никогда не сказал, что, боже, что здесь у вас. То есть это все равно, наверное, вопрос подхода, то есть то, как мы видим этот город. То есть если мы идем и показываем все это с любовью, то, соответственно, люди тоже воспринимают, вау, как у вас здесь круто, хорошо. А когда ты читаешь, и люди говорят, что тут у нас смотреть, и ты понимаешь, что когда к этим людям приезжают гости, ведь они именно так ими говорят, что я тебя никуда не поведу, потому что у нас здесь нечего смотреть. Да, конечно, Даша, вы правы. Я опять пропускаю рекламу, на которую мы сейчас прервемся. Особое мнение в эфире, в студии Дарьи Топузлева, в гостях у меня сегодня генеральный директор коммерческого центра Вязки Наталья Осипова. Мы начали говорить о внутреннем туризме, наверное, о нем сейчас и продолжим. Мы начали говорить о той загадке, почему вязкие жители не любят свое место, почему мы не гордимся. Я сама не коренная кировчанка, и мне порой бывает невдомек. Я думаю, как вы же здесь родились, как можно так пренебрежительно относиться к собственному городу. Даша, а вы Киров любите? Я люблю, потому что если бы я его не любила, я бы, наверное, здесь не осталось жить. Ну, во-первых, мне подошел ритм жизни в Кирове. Я там часто спрашиваю, почему ты не едешь куда-то в Москву. Если бы я хотела уехать куда-то в Москву, мне нравилось в Москве, я бы туда уехала. Но мне нравится здесь. И к тому же я не считаю, что Киров какой-то маленький городишко. Если кто-то называет Киров маленькой провинцией, то это по мировым меркам географическим, это крупный город. И для меня загадка. Да, я вижу все эти проблемы, я вижу эти плохие дороги, но тем не менее. Я вот как раз коренная кировчанка. И я анализировала этот феномен отношения вятских жителей к своему городу, такого пренебрежительного, стыдливого. И я его связываю с тем, что вятка долгое время была местом ссылки. Ссыльное место – это наказание. Туда по доброй воле не едут, туда ссылают. Это такое гиблое место. И в результате у местных жителей сложился вот этот стереотип отношения к своему городу, как к такому плохому месту, куда недобровольно отправляют людей, к месту ссылки. Мне кажется, что мы до сих пор наследуем эти очень старые архетипические установки наших предков и в какой-то степени действительно недооцениваем свой город. Особенно, ты это понимаешь, сравнивая его с другими городами. Например, Пермью, которая была раскручена благодаря усилиям Марата Гельмана невероятным образом за очень короткий период времени, как крутое место, культурная столица. Так вот, в нашем городе есть четко выраженный центр, у нас есть театральная площадь, у нас уютный и очень удобный для жизни город. Еще есть такая штука, как размер города. И вот полумиллионники – это самый удобный размер города, когда количество людей и инфраструктура, которая обслуживает город, в принципе, вполне гармонично соотносится. В городах-миллионниках и многомиллионниках нужно придумывать новые схемы существования этих мегаполисов и действительно другой темп жизни. Я с вами тут абсолютно согласна. У нас есть время для прогулок, у нас за 20 минут можно доехать из города до ближайшего загородного парка. Причем, на секундочку, даже это умудряются выставлять как минусом. Почему? Да, у нас тут весь город можно за 40 минут пройти. Так это же прекрасно. Это прекрасно, что ты не проводишь полжизни в пробках. Потому что вот я была у друзей в Краснодаре, они говорят, переезжайте к нам, у нас тепло, что вы там сидите в Кирове, у вас холодно. Я там пожила неделю, я говорю, нет, ребята, я не готова по городу, который, на самом деле, населения не намного больше, там буквально на 300 тысяч, но он маленький, малоэтажный и размазанный по площади. Я не готова проводить по полтора, по два часа, только направляясь в одну сторону куда-то. Да. Я не знаю, но то есть для меня это не жизнь. В Москве два часа в транспорте – это нормальная история. И это история, которая делает человека заложником того места, где он, если у него есть своя квартира, живет. И сейчас поэтому там тенденция все-таки снимать жилье рядом с домом, чтобы не тратить безумное количество времени в транспорте. Мы, конечно, все эти прелести, живя в Кирове, не оцениваем. Мы их видим и оцениваем, когда мы выезжаем из Кирова. Поэтому, конечно, для Кировчан хорошо ездить, потому что, когда ты уезжаешь в другое место, ты начинаешь больше ценить свою родину, ты начинаешь ее больше любить. Вот в моем случае случилось именно так. Когда я стала больше путешествовать, я стала больше любить Киров. Я стала больше ценить те вещи, которые раньше казались сам собой разумеющимися, такими понятными, нормальными. А сейчас они кажутся очень ценными и важными. Ритм жизни, количество зелени в городе, возможность его пройти за 40 минут, количество тех близких друзей, которые здесь есть, и которые тоже за целую жизнь зарабатываются. И, в общем, когда ты путешествуешь, ты приезжаешь в чужое место, где ты никому не нужен. А здесь мы нужны, и здесь мы можем много чего делать. Это очень радостно. Это нужно ценить, и этим нужно пользоваться. В общем, Киров не так и плохо. Рекламируйте Киров. Пусть они сюда приезжают. В конце концов, вот этого может зависеть у нас заработок. Да, кстати, вот о проблемах Кирова. Одна из главных, почему к нам не едут на постоянное место жительства, это все-таки очень низкий уровень зарплат. И в этом смысле, если бы кировский бизнес рос, почему нужно? Нужно культивировать, конечно, кировский бизнес. Он должен расти. Если бизнес будет расти, то и зарплаты будут достойные, и налогов будет собирать казна больше. И это, в принципе, прекрасное место получит кровь, получит энергию, получит... То есть одно просто потянет за собой. Конечно, конечно, конечно. И вот поэтому бизнес нужно очень ценить. Но что можно сделать, не вкладывая ни копейки денег? Можно изменить культурную жизнь города и сделать ее удивительно интересной. То, что произошло с Пермью, когда там были сделаны очень крутые фестивали, построено несколько таких ярких объектов современного искусства, и буквально за 2-3 года место стало модным, интересным. Там появилась движуха, там появились модные какие-то тусовки. И Пермь стала местом притяжения огромного количества людей, которые интересуются современной культурой. Вот знаете, я обычно говорю, говорю где-то, что культура первична. Со мной многие не соглашаются, потому что зачем мне эта культура, когда я подвеску на дороге оставляю, или кругом грязь и мусор. Я не знаю, возможно, это ошибочное мнение, но я уверена, что если в обществе нет культуры, то и это все остальное тоже не изменится. А я уверена в том, что благодаря культуре можно гораздо дешевле сделать город привлекательным. То есть вложения в культуру несопоставимы с теми вложениями, которые нужно сделать в бизнес, а эффект будет тот же. Место станет привлекательным. Не только для людей, которые здесь живут, но и для внешнего туризма. То есть к нам будут приезжать, потому что здесь интересно, потому что здесь есть что-то уникальное. И это сделать можно дешево. Хотелось бы мне еще обсудить тему, которая эту неделю не сходит с полос сайтов информационных газет. Депутаты на майское пленарное заседание выносят вопрос о смене часового пояса. Сегодня как раз была на комитете, где этот вопрос обсуждался. Я бы не сказала даже, что это противоположные точки зрения. Просто кто-то выступает за, и немало людей выступают за. Часть депутатов считает, что так как голоса, по крайней мере при голосовании на сайте областного законодательного собрания, распределились практически поровну, то это еще не повод что-то менять. То есть переводить Кировскую область в часовую зону МСК плюс один. Вам эта инициатива вообще как? Астрономически мы действительно скорее принадлежим к зоне плюс один. Но, конечно, очень удобно жить по московскому времени. Просто в нашей невероятно москвоцентричной стране, когда все происходит в Москве, когда мы очень во многом ориентируемся на Москву в деловой сфере, в культурной сфере, вообще в любых сферах, с телевизорами, с вещанием, со СМИ. Вот в нашей этой ситуации москвоцентричности нам просто удобнее жить по московскому времени. И это для меня вопрос не исторической правды, потому что даже не исторической, а астрономической правды. Потому что астрономическая правда на стороне тех, кто за плюс один. а банального удобства жизни. Хотя, когда приезжаешь из Москвы сюда, вот эти вот смены, чувствуешь, что у нас немножко время сдвинуто. Ты это чувствуешь, но все равно удобнее жить по Москве, на мой вкус. Я не знаю. Мне кажется, что не надо ничего менять. И когда-то было принято это решение, и оно было принято правильно. Вот просто к слову о принятии решения. Вообще, каким образом такие решения должны приниматься? Потому что автор законопроекта, Михаил Конышев, он в основном опирался на тот опрос, который как раз проводился на сайте ЗАГСа. В нем приняли участие несколько десятков тысяч человек. И как раз голоса распределились практически порно с небольшим перевесом за МСК плюс один. И тут возникает вопрос, достаточно ли вот этих десятков тысяч человек при полуторам миллионам населения Кировской области, чтобы на законодательном уровне принимать такое решение вот там пятью десятками депутатов. По большому счету переворачивать весь вот этот вот часовой устрой. Даша, вы задали сейчас очень хороший вопрос. Механизм принятия решения. Как у нас принимаются решения, от которых зависит жизнь каждого горожанина. И в этом смысле очень часто какие-то инициативы, я не говорю про эту, а часто инициативы просто выглядят у наших депутатов так, что им хочется где-то засветиться со своей инициативой. Если говорить об этой конкретной ситуации, а что явилось поводом для этого опроса? А нужно ли, например, все-таки тогда сделать опрос всего населения? Референдум. Референдум дорого стоит. Референдум дорого стоит, но дешево стоит сделать сайт, на котором может, и максимально раскрутить этот сайт, на котором может любой горожанин высказать свое мнение. И посчитать это все-таки не на нескольких десятках в полумиллионнике, а на какой-то более-менее статистически репрезентативной группе. Ну вот, конечно, механизм принять решение здесь самое главное. Если вопрос касается каждого жителя города, то решение должно приниматься 50% плюс один голос. Как будет это осуществляться? Я не думаю, что хорошая идея собирать референдум. Я думаю, хорошая идея заводить какой-то приправительственный сайт, в котором, вернее, не сайт, а страницу, при сайте правительства Кировской области, где будет этот счетчик, где будет этот вопрос задан, и где каждый горожанин имеет право высказать свое мнение. И этот счетчик будет работать, этот мини-соцопрос будет работать до тех пор, пока мы не наберем вот этих 50%. И когда эти 50% выскажут свое мнение, тогда решение может приниматься уже обоснованно. И тогда оно будет легитимно. А так, я с вами совершенно согласна, непонятно, что за люди, по какой причине вдруг захотели поменять уже такое привычное наше временное устройство жизни. Время – это ведь очень важно. По поводу референдума просто хотелось бы добавить. Ряд депутатов предложили просто включить этот вопрос в сентябрьское голосование. То есть я не знаю, насколько там это было. Может быть, юридически. Может быть. Возможно, да. Ну, это можно, да. Такое предложение. Я бы не подумала. Может быть, да. Может быть, такой способ. Но все-таки, конечно, более... Чтобы выборка просто была шире. Более широкую выборку сделать, согласно. На этом мы сегодня заканчиваем. Это было особое мнение. В студии работала Дарья Топузлива. В гостях у меня сегодня была генеральный директор коммерческого центра Вятский Наталья Осипова. До встречи. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok